МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Новый взгляд» в студии Дина Жанабекова. Финансовые пирамиды, интернет-мошенничество и распространение наркотиков. В крупнейшем мегаполисе страны продолжается активная борьба с преступностью. Печальная статистика показывает, что в последние годы все чаще тяжкие преступления совершают представители молодого поколения. Как правоохранители борются с нарушителями закона и какая профилактическая работа проводится в Алматы, нам расскажут официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азербек и прокурор Пустанбикского района города Алматы Асхад Жакупов. Уважаемые гости, добро пожаловать в студию. Салтанат, давайте начнем с такого вида преступления, как мошенничество. Можете рассказать о статистике, сколько преступлений раскрыто, сколько не раскрыто, и остановиться, акцентировать внимание на интернет-мошенничестве? Да. Вы сами знаете, что в период пандемии наши многие жизненные процессы перешли на онлайн-формат. К сожалению, это было на руку любителям легкой наживы. Они тоже не сидели сложа руки и переформатировали метод своего преступного промысла. Мы сегодня заказываем еду, даже лекарства через интернет. Этим воспользовались любители легкой наживы. В какой-то момент, сразу, в период пандемии и после, был всплеск интернет-мошенничеств. Сейчас тенденция к снижению данного вида преступлений. А все, наверное, потому, что граждане уже знают, что существуют интернет-мошенники, что есть способы, как от них можно будет уберечься. Повсеместно проводится информационно-разъяснительная работа, разрабатываются памятки, брошюры, советами о том, что надо делать, если вдруг к вам позвонили мошенники. Есть наглядная вся продукция, есть информационные социальные ролики. Все это, в конечном итоге, привело к тому, что в городе Алматы снижено количество зарегистрированного интернет-мошенничества в 12 и более раз. Ой, вернее, на 12%. В целом, если говорить о правовой грамотности населения, то мы сегодня можем сказать, что 70% населения уже знает, что надо делать, если вдруг вы стали жертвами мошенников. Конечно, формы и методы с каждым днем совершенствуются. Любители легкой наживы по большей части сейчас звонят и обманывают пожилых людей, представляются их родственниками, говорят, что попали в беду, просят перевезти деньги. Они рассчитывают на то, что пожилые люди не сразу смогут оценить сложившуюся ситуацию, оценить, дать какую-то оценку, и, если надо, будет противостоять даже на расстоянии этим злоумышленникам. Сейчас по большей части в этот вид преступлений еще вовлекается молодежь в качестве курьеров, дроперов. Вот буквально было недавно задержание. Был задержан наш соотечественник, который подрядился быть курьером. Правда, он знал, на что пошел. Он знал о том, что является одним из участников преступной схемы и в его задачи входило забирать деньги у жертв и отправлять их на наличные счета своих подельников. Скажите, а какое наказание предусмотрено по статье мошенничества, в том числе интернет-мошенничества, и какой срок предусмотрен для так называемых курьеров или дроперов? Здесь подойти нужно к каждому случаю индивидуально. Интернет-мошенничество, если исходить, это 190, часть 2, пункт 4 уголовного кодекса. Это преступление средней тяжести, оно до 5 лет лишения свободы. Но с учетом других квалифицирующих признаков, от размера причиненного ущерба и тому подобное, там у нас достигает лишение свободы до 12 лет лишения. А дропперам, курьерам? Ну, здесь они идут как пособники. Они квалифицируются помимо мошенничества и через статью 28, часть 3 Уголовного кодекса. Поэтому там примерно такое же наказание они и будут получать. Мы знаем, что преступники, которые чаще всего находятся за рубежом, публикуют объявление о покупке персональных данных. То есть держателям банковских карт предлагают в обмен за определенную плату предоставить доступ к их банковским счетам. На эти счета поступаются деньги, которые переводят, например, пенсионеры и так далее. И, соответственно, мошенники их обналичивают. Вот держателям таких карт, которые в обмен за плату предоставляют свои данные, грозит ли какое-то наказание? Нет, уголовная ответственность на них не предусмотрена, поскольку если они реализовали свои же персональные данные. Здесь, знаете, да, первоначально по интернет-мошенничеству, оно общеизвестное, название по всему миру – это фишинг. Получение персональных данных. Здесь самое главное, когда звонят, это же элементарно, всегда просят трехзначное число, которое на обороте карты. Его никогда нельзя никому не давать. Пусть даже представляются сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банка. Оно, в принципе, всегда оно было, всегда будет, это общеизвестно. Ну, помимо молодых людей по интернету, вот сейчас очень сильно развито, это приобретение онлайн всякого либо товара, начиная от сотовых телефонов, заканчивая там различными вещами, вплоть до детской одежды. Потом в дальнейшем идет возврат этого товара, и он не получает ни товара, ни денег. Вот это сейчас очень сильно распространено среди молодежи, которые их уговаривают о том, что мы заплатим за них кредит или что-то либо другое, чтобы они этого не доверяли этим людям. Сегодня по Казахстану проводится масштабная республиканская акция «Карасурам». Как в Алматы ведется борьба с наркопреступностью? Ну, город Алматы – это самый крупный мегаполис. Понятно, что даже в наркобизнесе является транзитной точкой в той или иной степени. С начала текущего года было выявлено 585 наркоправонарушений, в том числе 183 факта сбыта пресечено. Из незаконного оборота изъято 677 килограммов наркотических средств, 18 килограммов из них – это синтетический наркотик. Если перевести на дозы, это 200 тысяч доз синтетики не дошли до своего потенциального потребителя. А кто это потребитель? В основном молодые люди. Было ликвидировано 14 нарколабораторий, было выявлено 2 наркопритона и прикрыто. Помимо этого, к уголовной ответственности привлекли так называемых художников, которые рекламировали наркотики, развешивали QR-кода, на фасады зданий писали рекламу. За это предусмотрена уголовная ответственность. 9 человек уже привлечены к ответственности. Выявлено также 6 фактов культивирования наркосодержащих растений в своих домашних условиях. Мы из незаконного оборота с начала года изъяли 73 тонны прекурсоров. 73 тонны прекурсоров, с помощью чего могли бы наркодельцы изготовить 8 миллионов доз наркотиков. Это большая крупная спецоперация была проведена, о ней было ранее информировано. Что мы говорим? Мы говорим о том, что сейчас молодежь больше всего подвержена. Синтетический наркотик в разы страшнее тех традиционных, о которых мы ранее говорили. Это героин, марихуана, гашиш. И, как говорят врачи-наркологи, пагубное пристрастие наступает сразу же с первого употребления. Речь идет о таких наркотиках, как мифедрон, ЛСД, амфетамин и так далее. Да, вы абсолютно правы. Были выявлены факты, когда эти наркотики продавали в стенах развлекательных ночных заведений. Если сейчас не подводит память меня, то по пяти фактам уже был вынесен приговор тем людям, которые параллельно с тем, что работали в ночных клубах, еще и продавали синтетику посетителям. Мы знаем, что чаще всего в руки правоохранителей попадаются так называемые кладмены-наркозакладчики. Это молодые люди, которые привлекаются к доставке наркотических свертков. Сколько организаторов поймали в Алматы с начала года? Ведь они конечная точка. Да, я вот сейчас хотел добавить к Салтанату. У нас сейчас, как она дала точную характеристику, именно что у нас сейчас очень много синтетических наркотиков. Сейчас перечислили, это у нас уже производят, понимаете, не привозят. Производят у нас препараты, то есть игредиенты уже определены, они могут. На сегодняшний день уже департаментом полиции поймано 16 нарколабораторий. Из них 3 в Алматинской области, 13 у нас в городе Алматы. В принципе, эти факты также очень сильно освещали средства массовой информации, поэтому по каждому есть. Поэтому борьба ведется. Почему? Это легко определяется, если они приобретают из-за границы какие-то определенные градиенты, либо в наших аптечных складах и тому подобное. То есть органы полиции по этому вопросу они очень фиксируют, и уже состоялись определенное количество приговоров. Хотел же опять же предусмотреть, что здесь у нас даже по части 4, 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрено пожизненное лишение свободы по данному виду преступлений. Да, здесь нужно было, чтобы она совершалась в преступной группе, либо реализация осуществлялась в заведомо несовершеннолетнему лицу, либо в органах образования. Вот эти квалифицирующие признаки, и буквально вот какая работа еще ведет с департаментом полиции, с общественными организациями, проводятся масштабные акции, лекции проводятся в школах высших учебных заведений, средних специальных учреждений. Буквально недавно тех лиц, несовершеннолетних лиц, которые состоят на учете, буквально на позапрошлой неделе вывозили следственный изолятор города Алматы, там мы проводили беседу, где сами уже задержанные, еще не наступившиеся, они рассказывали всю ситуацию и тому подобное, как оно происходит, ну, в целях недопущения. У нас в интернет-ресурсах везде это распространено, на всех сайтах департамента лиц, прокуратуры города, генеральной прокуратуры, министерством внутренних дел. То есть мы практически во все колоколы бьем о недопущении и распространению наркотических реакций. Ну, естественно, как сейчас пояснили, буквально одна доза употребления уже сразу происходит привыкание к этому наркотику. Мы знаем, что объявления о найме наркокурьеров публикуются даже в OLX. Я читала информацию на сайте департамента полиции города Алматы, то, что более трех тысяч объявлений было пресечено с начала года. Это понятно. Это официальный ресурс, который OLX, площадка, которая правоохранителям предоставляет информацию. Но ведется ли мониторинг в Телеграме? Потому что мы знаем, что именно в этой социальной сети идет основной поток продаж наркотических средств. С начала текущего года по инициативе департамента полиции города Алматы было блокировано 380 ресурсов информационных, именно каналов, которые функционировали именно на площадке Телеграм. Это большая работа. 380 заблокированных сайтов, ресурсов. Говорят о том, что было спасено очень много жизней, в том числе и молодых людей, которые так или иначе могли быть соучастниками большого преступления. Помимо того, что коллега с прокуратуры только что как отметил, большая хорошая информационно-разъяснительная работа среди молодежи ведется. Это и акции профилактические, и лекции. И нам очень хорошо помогают волонтеры, в том числе и общественного движения «Наркостоп», которые вместе с полицейскими, вместе с участковыми инспекторами, обнаруживая граффити-рекламу, уничтожают ее, сигнализируют о тех или иных противоправных действиях своевременно и даже принимают участие в рейдовых мероприятиях. Общественность должна сообща, способствовать тому, чтобы мы избавились от этого бича. Потому что речь идет о будущем нашей страны. Теперь давайте поговорим о финпирамидах. Как можно определить лжеорганизацию, которая предлагает легкий заработок, но на деле совершает преступления и выманивает деньги жителей? Что такое финпирамида? Чтобы всем понятно было, это прежде всего организация. Это модель, которая из лечения дохода идет. Получается, одни участники этой финансовой пирамиды обогащаются за счет вкладов других. То есть первоначально люди, которые вкладывают эти деньги, они действительно получают какой-то хороший доход. Но это не идет ни на постоянной основе. Почему она называется пирамидой? Потому что оно действительно как идет во главе, как египетские пирамиды, сверху одно человек. Потом в дальнейшем они привлекают 10 человек, 20 человек. И вот так, вот так оно идет распространение. До какого-то определенного момента, когда уже денежные средства для преступников уже достаточны, они это все сворачивают и выходят. Ну, как определить? Это прежде всего большие доходы, которые указывают. И, естественно, очень-очень быстрый возврат вложенных денежных средств. Ну, мы все понимаем, что это невозможно. Сейчас эти организации на сайте агентства по финансовому мониторингу, в принципе, все финансовые пирамиды, которые уже известны, это L-капитал, Казнет и тому подобное, они все отражены. Там, прежде чем что-то куда-то вкладывать, нужно посмотреть там. Нужно посмотреть непосредственно в комитете госдоходов на их сайте, в поиске налогоплательщиков, также определить, вообще ли зарегистрированы эти юридические лица или нет. Потом посмотреть, прежде всего, сам договор. Посмотреть, изучить, как он соответствует законодательству или нет. Ну, это активная, очень активно навязывающая реклама. Всякие различные предложения. Банк вам отказал, мы вам поможем. Какие-то у вас семейные проблемы, мы вам поможем и тому подобное. То есть, это избавим от задолженности. Они пользуются тем, что слабость, естественно, денежные средства, желание у людей быстро, так скажем, навариться. Ну, мы все понимаем, что это невозможно у нас. Солцината, сколько всего преступлений, связанных с финпирамидами, было выявлено в Алматы за последнее время? Вообще, это действие регламентируется с нормой статьи 217. Уголовный кодекс Республики Казахстан. По подследственности, согласно юрисдикции, уголовные дела расследуются в агентстве по финмониторингу. На начальном этапе, я даже скажу, в прошлые годы, да, были у нас финансовые пирамиды, связанные с приобретением автомашин. Гарант, да, кажется? То, Гарант, по Казахстану очень много было потерпевших. Но на сегодняшний день одно из таких крупных уголовных дел, которые находятся в производстве полиции Алматы, в частности, Алатауского района, это уголовное дело по статье мошенничества, правда, не по финпирамиде, с участием гражданки Кожа Муратовой, которая на сегодняшний день у нас по уголовному делу 130 потерпевших проходят официально, признаны потерпевшими. Обещала им приобрести, вернее, помочь в приобретении дешевой посуды. Но условно, если, допустим, эта печь стоит 25 тысяч тенге, она ее продавала за 2 тысячи тенге. Уже тут каждый человек должен усомниться, почему-то настолько занижена цена. При том, что количество желающих приобрести росло как на дрожжах. Люди создавали чаты, группы, какие-то инициативные группы, там же сами избирали себе менеджера, крупные суммы денег переводили. Вот это как раз, может быть, это даже не совсем финансовая пирамида, но это по масштабам то, о чем сейчас говорил мой коллега, когда люди попадаются именно на такие слоганы громкие, да, мы вам поможем, если вам банк отказал, купите дешевую посуду, прямо прямые поставки со склада и так далее. И все-таки есть какая-то положительная статистика? Все-таки уменьшается ли количество преступлений, связанных с финпирамидами? Да, преступления уменьшились значительно, почему люди все равно, что не говорите, стали финансово грамотнее. Сейчас преступление, насколько я знаю, уже на 30% идет снижение. Ну, мы все знаем, да, у нас также знаменитые люди рекламируют, иногда бывает, что вот эти финансовые люди ведутся на это. И мы должны понимать, что быстрых денег, легких денег не могут быть. Какие виды преступлений сегодня наиболее распространены в Алматы, на ваш взгляд? В Алматы? Ну, сказать о том, что этих преступлений больше, этих меньше говорить не приходится, потому что на сегодняшний день криминогенная обстановка в городе стабильна. Есть снижение количества убийств тяжких, особо тяжких преступлений, разбоев, грабежей. Есть снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах города, в состоянии алкогольного опьянения. Но как поручил глава государства, на особом контроле находятся преступления, совершенные в сфере семейно-бытовых отношений, в основном в отношении несовершеннолетних, факты вандализма, порчи чужого имущества, особенно городского коммунального имущества. Это все делается для того, чтобы воспитать общество в духе правосознания и высокой культуры. В настоящее время в городе Алматы, вернее, по Казахстану проводится широкомасштабная отработка правопорядок, как раз-таки в рамках поручения главы государства, которое было дано с руководителями правоохранительных органов буквально несколько дней назад. Мы призываем граждан проявлять нулевую терпимость к любого рода противоправных действий, не оставаться в стороне. Конечно, не предлагаем в схватку с преступником вступать, но, по крайней мере, сигнализировать об этом своевременно можно. Спасибо. И последний вопрос. Скажите, каких положительных результатов добился надзорный орган в рамках борьбы с преступностью по итогам 2023 года? Проведение праворазъяснительной беседы в конечном итоге – это очень большой, конечно, шаг в том, что у нас, как сейчас отметили, нулевая терпимость, сознание граждан поменялось. И это очень большую роль влияет. Финансовая грамотность, которую сейчас проводят многие государственные органы, в конечном итоге позволяет сейчас уже рассуждать, что порядка 20-30 по ряду преступлений уже у нас идет снижение. Ну, конечно, львиная доля при этом от всех совершенных преступлений – это, естественно, мошенничество, где-то порядка 40%, даже больше. Итак, уважаемые гости, хотелось бы поблагодарить вас за столь интересный эфир, за полезную информацию. Желаем вам успеха в вашей работе. Спасибо. А я бы хотела напомнить, что в гостях у нас была официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азербек, а также прокурор Бостон-Дыкского района города Алматы Асхад Жакупов. Я же словно прощаюсь. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова